Относительно второго сценария, то Москва действительно располагает сетью организаторов, журналистов, политических экспертов, троллей и ботов, способных влиять на общественное мнение в Украине. Весь этот ресурс используется и будет использоваться для прокачки выгодного Кремлю кандидата и дискредитации оппонентов. При этом информационная кампания будет рассчитана не только на внутреннюю украинскую аудиторию, но и на зарубежных наблюдателей. Подобное вмешательство россияне осуществляли на выборах в США, Франции, Германии, Дании. К примеру, во Франции Путин делал ставку на лидера консервативной националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За последние несколько лет до выборов 2017 года у российского лидера и ультраправого политика, которые придерживаются сходных националистических взглядов, сложились тесные связи. Эти связи были подкреплены сложными финансовыми схемами и исключительно позитивным освещением Ле Пен в российских государственных СМИ. Путину победа Ле Пен сулила возможность посеять разногласия на Западе, а поддержка Путина помогла французскому политику представить себя в качестве глобального лидера и одновременно дискредитировать оппонента. К примеру, всего за несколько часов до ожесточенных президентских дебатов о Франции, которые проходили 3 мая 2017 года, тролли и боты в Твиттере начали распространять необоснованные заявления о том, что у кандидата от центристов Эммануэля Макрона есть тайный офшорный счет в банке. Это было сделано с подачи Москвы, уже не говоря о теракте ИГИЛ в Париже. Российские разведчики пытались шпионить за избирательной компанией президента Франции Эммануэля Макрона через фальшивые учетные записи на Фейсбук. Около двух десятков учетных записей на Фейсбук были созданы для проведения наблюдения за должностными лицами компании Макрона и другими лицами, близкими к нему. Кроме того, в компании Фейсбук заявили, что пришлось принять меры в отношении фальшивых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о выборах во Франции. Источники сообщили, что количество учетных записей Фейсбук, которые были деактивированы во Франции из-за пропаганды или спама, большая часть из них связана с выборами, выросло до семидесяти тысяч. Среди деактивированных записей были и шпионские аккаунты, за которыми стояли российские агенты, представляющие себя друзьями друзей партнеров Макрона, которые пытались собрать личную информацию от них. Третий сценарий, которому может прибегнуть Кремль, состоит в вероятности увеличения военной напряженности на Донбассе, террористических атаках и других действиях, которые имеют целью распространить панику, страх и недоверие к украинскому правительству и к правоохранителям в частности. Это должно напугать людей и привести к их отказу от участия в выборах. Относительно ситуации в зоне боевых действий на Донбассе, то ожидается значительный виток эскалации насилия после завершения в России чемпионата мира по футболу. Хотя буквально за неделю до Мундиаля ситуация на Донбассе резко обострилась. В течение недели произошло самое большое за последние полгода количество обстрелов не только позиций в СУ, но и населенных пунктов. Обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего была уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения. Здесь стоит вспомнить о печальной параллели с событиями февраля 2014 года, когда буквально сразу после завершения Олимпиады в Сочи россияне начали специальную операцию по оккупации Крымского полуострова. Есть большой риск, что восток Украины снова запылает, как только последние группы туристов покинут Россию по завершению футбольного первенства. Масштабная кибервойна против Украины является четвертым сценарием подрыва ситуации для достижения паралича избирательного процесса. Избирательные системы и технологии страны уязвимы перед вторжением посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю. В 2017 году Украина уже подверглась целенаправленным масштабным хакерским нападениям на сети украинских государственных предприятий, учреждений, банков, СМИ. В результате этих атак была заблокирована деятельность таких предприятий, как Аэропорт Борисполь, ЧАЭС, Укртелеком, Укрпочта, Ощадбанк, Укрзалезница и ряд других крупных коммерческих предприятий. Атакам также подверглись сайт Кабинета министров Украины, медиахолдинг ТРК-Люкс, в состав которого входят 24-й канал, Радиолюкс-ФМ, Радио Максимум, различные интернет-издания, а также сайты Львовского городского совета, Киевской городской государственной администрации и службы спецсвязи Украины. Важно отметить, что масштабный хакерский удар совпал с гибелью в Соломинском районе полковника ГУР Максима Шаповала. Его автомобиль был подорван мощным зарядом и Шаповал погиб на месте. Вероятным мотивом двойной подрывной акции стало желание нанести имиджевый и моральный ущерб официальному Киеву в преддверии национального праздника Дня Конституции. Основным назначением вирусной кибератаки могло быть уничтожение важных данных и нарушение нормальной работы крупных государственных и частных учреждений. Кроме Украины, жертвами хакерских атак россиян становились и страны Западной Европы. К примеру, в марте 2017 года стало известно, что годом ранее Германия успешно отразила две кибератаки, осуществленные российскими хакерами из группы Fancy Beer. По словам главы ведомства по информационной безопасности Германии Ансэшенбом, первая атака была направлена на сервер партии канцлера Ангелы Меркель, а вторая – на банк данных Бундестага. Также от рук российских хакеров страдала Дания. Минобороны Королевства заявила, что российские хакеры взломали электронную почту некоторых сотрудников ведомства и на протяжении двух лет имели доступ к их учетным записям. По информации Минобороны, доступ к электронной почте у российских хакеров был в 2015 и в 2016 годах. По мнению ведомства, почту взломали хакеры, которые совершали кибератаки на демократическую партию США в 2016 году. Как известно, о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США сообщили в апреле 2016 года. И тогда же к расследованию была привлечена фирма CrowdStrike. После проведения расследования фирма пришла к выводу о том, что взломать информационную систему удалось двум группировкам хакеров – Cozy Beer и Fancy Beer. Представители CrowdStrike считают, что данные группировки тесно связаны с российским правительством и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Согласно результатам расследования, Cozy Beer получила несанкционированный доступ к информационной системе летом 2015 года Offensive Beer в апреле 2016 года. По заключению CrowdStrike обе группировки смогли похитить письма из ящиков электронной почты, а также компромат на конкурента демократов на выборах президента Дональда Трампа. На тот случай, если четыре способа, описанные выше, дадут сбои, вернее не сработают в комплексе, у кремлевских подрывников есть еще пятый сценарий. Речь идет о государственном перевороте, который приведет к власти крайне радикальные силы, в том числе участников добровольческих батальонов с боевым опытом на Донбассе. Это уже может быть реальной военной хунтой, подобно тем, что часто приходили к власти в странах, Латинской Америки или Африки. Есть предположение, что Москва может использовать это в качестве повода для проведения стабилизационной миротворческой операции для очередной защиты русскоязычного населения от этой хунты. Таким образом, очередной майдан с элементами насилия мог бы сформировать благоприятные условия для последующего вторжения российской армии, для так называемого «наведения порядка и стабилизации Украины», превращающейся при действенном участии Москвы «failed state» для Запада. В пользу данного сценария говорит факт причастности российских спецслужб ГРУ ГШРФ к попытке организации государственного переворота в Республике Черногория. С 16 октября 2016 года в стране прошли парламентские выборы, и победу на них одерживала политическая сила премьер-министра Мила Джукановича, который призвал к сближению страны с Европой и НАТО. Именно данный курс Джукановича на Запад мог спровоцировать российское правительство совершить переворот. В день выборов, после закрытия избирательных участков, планировались нападения на правительственные учреждения, полицию и чиновников. Все нападавшие должны были быть вооружены автоматическим оружием. Однако полиция страны задержала 20 человек, готовивших теракты еще до их начала. Они оказались сербами. Еще до начала выборов премьер-министр Черногории обвинял Небойша Медоевича, президента Демократического фронта, партии соперника на выборах, в связях с Россией. Он также был убежден в том, что партия Медоевича получает финансирование из РФ. Через несколько недель после выборов начали появляться материалы, которые указывали на россиян, ответственных за планирование переворота. Кремль, в свою очередь, отрицал причастность к событиям в Черногории. Через месяц после выборов были названы имена организаторов теракта. Это были граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Такие выводы были сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных об их переговорах. По словам специального государственного прокурора Черногории Милевоя Катнича, одной из целей теракта было убийство Мила Джукановича. Как видно, Москва готова к любым авантюрам, лишь бы достичь своих целей по удержанию нужных ей стран в орбите своего влияния. И если Черногория – это довольно небольшая ставка, то в случае с Украиной все обстоит куда серьезнее. Если в 2019 году Кремлю не удастся взять реванш на украинской земле, это будет означать окончательный провал стратегии реваншизма, самой концепции российской неоимперии и крах путинского бонапартизма. Подобное поражение станет, если не путинским Ватерлоу, то окончательно убедит мировое сообщество и самих россиян в несостоятельности его агрессивной и авантюристской внешней политики, разрушающей мир и стабильность во все большем числе мест на мировой карте. Субтитры создавал DimaTorzok